здравствуйте друзья с вами константин биржаков я рад приветствовать вас на канале vision онлайн сегодня у нас с вами будет экспресс-обзор вот такого накамерного монитора indycin c7 не так давно я делал большой обзор моего накамерного монитора fillworld f7 pro и там я обмолвился что вот мол есть такой монитор indycin c7 что у него там такая богатая комплектация что там кто-то идет в комплект кто-то идет в комплект и я этот обзор отложил но неожиданно у меня в руках оказался этот монитор то ли мысли материальные то ли просто так совпало но сегодня у нас с вами будет экспресс обзор вот этого вот монитора и небольшое сравнение его с монитором от fillworld f7 pro моего монитора который я обзор делал раньше и так в чем же основная особенность вот этого вот монитора indycin c7 это в том что у него беспрецедентно высокая яркость 2200 нит в то время как у монитора fillworld обзор которого я делал раньше всего 500 нит здесь 2200 то есть в четыре раза но чуть чуть больше и так давайте перенесемся на компьютер я вам покажу несколько фотографий получилось так что у нас в питере наконец-то выглянуло яркое яркое солнышко я пришел в парк здесь приблизительно минус 17 сейчас градусов но я установил по быстрому монитор на мою камеру сделал несколько фотографий ну и вы сразу же видите вот из этих фотографий в чем основная особенность этого монитора а именно это беспрецедентная яркость обратите внимание на экранчик моей камеры он практически потух его на нем изображение не видно и изображение на мониторе indycin то есть 2200 нит в действии обратите внимание и экранные инструменты читаются отлично какие еще могут можно назвать сходу особенности этого монитора это вот здесь на задней стороне у него два порта для подключения аккумуляторов sony npf и сперва я думал что вот такая высокая яркость у монитора и нужно подключать именно сразу два аккумулятора но на практике это оказалось не так он сперва расходует энергию от одного аккумулятора сажает его после чего нужно выключить монитор и он тогда после повторного включения переключится на работу от второго аккумулятора скорее всего это просто сделано для более оперативной работы этот монитор очень громоздкий тяжелый он весит четыреста шестьдесят граммов это без вот этих аккумуляторов без кронштейна просто сам монитор в то время как филворлд f7 pro весит 330 граммов разница очень существенная и если оператор собирается задействовать этот монитор где-нибудь на стадиками или на какой-то вот оперативной съемки то это может быть проблемой потому что когда мы сюда устанавливаем два аккумулятора даже если установить вот такие вот небольшие аккумуляторы как у меня установить кронштейн то это вот вся конструкция начинает весить больше чем сама камера монитор на самом деле очень тяжелый итак друзья мы с вами переместились на наш импровизированный тестовый стенд и вы сразу же можете видеть отличия в габаритах между монитором энди цен и филворлд вот насколько он более компактный насколько здесь более узкие рамки насколько вот он более громоздкий теперь я немножко поговорю про особенности этого монитора без знаков плюс или минус а просто про особенности говоря про обзор филворлд я сетовал на то что там нету в комплекте вот такого вот l-образного кронштейна этот кронштейн очень удобен для того чтобы вращать монитор вот так вот можно повернуть его в сторону спикера можно повернуть на себя и конечно это очень удобно и жаль что вот в комплекте с этим монитором такого кронштейна нет но обратите внимание какая большая дельта здесь от камеры дальше здесь на корпусе наверху есть три функциональные клавиши на которые можно назначить вызов того или иного инструмента я на первую f1 назначил вызов аудиометра на f2 я назначил фокус пикинг и на f3 я назначил линии третей здесь в настройках можно на f1 на f2 на f3 настроить все что угодно буквально любой инструмент из имеющихся также в обзоре вот этого вот монитора я сказал что у них очень похожи прошивки это действительно так они внешне очень похожи как будто их писал какой-то один разработчик может быть это действительно так но из-за особенностей вот этого монитора они все-таки немножко отличаются друг от друга основное отличие это вот эти вот две панели нижние к сожалению они очень быстро убираются с экрана и вот это вот время на которое они показываются на экране она никак не регулируется вот мне здесь гораздо больше нравится фокус пикинг гистограмма аудиометр вот я здесь могу парад включить виктора скоб и вот это вот все инструменты одновременно always то что здесь называется очень удобно что у нас здесь здесь включается линии третей здесь safety маркер центральный маркер маркер мат файл сколор если для тех кто этим пользуется и переключение латов flat on и off на мой взгляд это вот неудобно вот все эти функции гораздо интереснее и проще вызывать из меню я не так часто ими пользуюсь как вот этими но здесь дело спасают функциональные клавиши дальше на вот этом мониторе вот здесь вот сверху есть датчик освещенности на что он влияет он включается вот здесь вот backlight mode можно поставить авто и тогда он будет подстраивать заднюю подсветку автоматически можно включить на мануал на ручное дальше обратить внимание насчет задней подсветки backlight единичка обратите внимание backlight 100 то есть для того чтобы при прочих равных а именно яркость контрастность и насыщенность на 50 цветовая температура 5600 кельвинов то есть при одинаковых настройках картинка пока более или менее было похоже ну и конечно моя камера не очень хорошо передает но в живую я вижу что вот здесь вот изображение гораздо более контрастное здесь больше черного это изображение как будто какую-то пленку на него вот так вот вот натянули на это изображение датчик освещенности управляет backlight он не лезет вот сюда вот яркость контрастность насыщенность еще одна особенность про которую я хотел сказать это вот такие вот safety маркеры для того чтобы снимать видео для instagram вот в этом мониторе их нету здесь все вот эти вот safety маркеры они предназначены для горизонтальной съемки для вертикальной съемки как вы видите ни одного нету вот я самое можно сказать про маркер мат их здесь не очень много и вот все варианты только горизонтальные то есть нам производители подсказывают что это вот больше для кино в то время как вот здесь вот у нас есть safety маркеры для instagram а вот для вертикальной съемки так давайте его уберем с экрана и есть маркер мат для вертикальной съемки для инстаграма теперь имеет смысл поговорить про минусы вот этого монитора и они очевидны это подключение вот этих вот двух hdmi вход и выход на нижней грани точно также сюда подключается и питание от внешнего источника которого кстати точно также нету в комплекте почему это может быть неудобно вот почему вы сразу уже видите что я не могу монитор наклонить туда дальше у меня начинают мешать кабели то есть если я его захочу перевернуть у меня кабели будут вот так вот если я захочу наклонить туда кабели будут мешать то же самое можно сказать и про вход для источника питания но скорее всего он так сильно мешать не будет но вот этом мониторе у нас все входы вот hdmi вход и выход и для источника питания расположены на боковой грани и конечно вот так вот вращать его нам гораздо более удобно чем вот этот итак друзья вы у меня в руках видите наушники а значит пришло время поговорить про аудио выход на наушники у этого монитора расположен вот здесь на левой грани что очень удобно вызываем аудиометр и как мы видим вот здесь вот особенности работы этого монитора с зеркалками я это проверял именно с моей зеркалкой canon eos 6d mark 2 и с точно такой же младшей моделью 5d mark 2 здесь не выводится в прямом эфире аудиометр если мы нажмем сейчас запись вот пошла запись и немножко поговорим и камера запишет мой голос после чего мы запись остановим и включим воспроизведение как вы можете обратить внимание здесь при воспроизведении аудио передается аудиометр работает при при записи и вот так вот как у меня сейчас камера в ждущем режиме мы послушать и посмотреть не можем это особенность именно зеркалок вот таких как 6d mark 2 с современными беззеркалками все работает безупречно теперь пришло время поговорить немножко про минусы этого монитора первое здесь нету выхода тайп-си вот здесь он есть расположен внизу и можно запитаться от пауэрбанка этот монитор не позволяет у него нету выхода тайп-си что у нас идет в комплекте у меня стандартной комплектация то есть монитор вот этот вот кронштейн и два кабеля первый кабель вот такой вот коротенький здесь микро hdmi и мини hdmi вот этот вот кабель который у меня сейчас задействован все четыре предмета только в расширенном комплекте можно найти еще сумку на молнии для этого монитора и аккумулятор sony mpf зарядным устройством вот это расширенный комплект у меня обычный стандартный комплект в комплекте нету вот такого вот зарядного устройства я его покупал отдельно на сайте fill world и вот это вот зарядное устройство здесь она подключается вот тут вот внизу здесь она подключается вот здесь вот сбоку что более удобно и так друзья пришло время подвести итоги обзоре вот этого вот монитора энди цинца 7 для кого может быть полезен этот монитор прежде всего это для тех кто снимает на большие тяжелые камеры с обвесом устанавливает их на тяжелые штативы в будь то в студии или на пленэре для тех кому вот такая вот большой вес этого монитора не будет иметь никакого значения там плюс минус 400 500 граммов никакой роли играть не будет для тех кому важна принципиально важна вот такая вот большая яркость 2200 нит это действительно очень здорово и как мы уже убедились на пленэре на прямых солнечных лучах это играет решающее значение этот монитор показал себе великолепно кому не стоит порекомендовать этот монитор для тех кто хотел бы мобильное компактное устройство устанавливать на стадикам устанавливать на штатив который надо постоянно перемещать то есть для какой-то мобильной съемки до быстрых подсъемов он скорее всего будет тяжеловат лучше наверно все таки выбрать более компактную легкую модель итак друзья я желаю вам всегда выбирать только правильное оборудование которое будет вас радовать а также отличных снимков и зажигательных видео всем удачи и всем пока а